Краеведение – это прежде всего краелюбие. Ой, ну, историкам такие нельзя вопросы задавать. Да, я патриот своего края. И с молотком, и с топором, и со всем другим мы знакомы. Сами построили избушку Бабы-Яги. Любите сказки? Ну, сказки любит, наверное, любой человек, в первую очередь, ребенок. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, девушки. В основном административной работой, проведением разного рода совещаний и так далее. Научная работа не входит в обязанности директора музея. И я редкое исключение. Петр Вибе – советский и российский историк, краевед. С 1993 года директор Омского краеведческого музея. В 2009 году в Омском педагогическом университете защитил докторскую диссертацию на тему «Немецкие колонии в Сибири в условиях социальных трансформаций». Помимо научно-исследовательской деятельности, Петр Вибе – успешный руководитель и генератор идей. Своей удачей считает проект музея сказки «Васен хутор» в 50 километрах от Омска. Расскажите, пожалуйста, вы в детстве приходили в краеведческий музей ребенком, помните? Да, прекрасно помню. И помню, каким тогда был этот краеведческий музей. Этого здания не было. Он располагался в генерал-губернаторском дворце. Производила такое впечатление, композиция, где волки разрывали лося. Вот такая была композиция. Лось бежал, на нем висели эти волки, он раненый. Производила впечатление, по всей видимости, очень было профессионально сделано. Потом я знаю, эту композицию отдали в Калачинский музей, где-то вот она там и осталась. Тогда, когда в детстве первый раз оказались здесь, вот по тем впечатлениям, могли себе представить, что будете потом директорствовать здесь? Да нет, конечно же, нет. А кем вы хотели стать? У меня желание возглавить музей, вообще поработать в музее, появилось уже значительно позже, когда я закончил наш исторический факультет Омского государственного университета. И у меня здесь работали знакомые люди. Я бывал в библиотеке музея, работал часто. Ну, как бы знал о том, что происходит в этом музее. Но мне казалось, что я на тот момент мог бы прийти и что-то привнести полезное. Мне вот так казалось. Но, конечно же, я все равно не думал о том, что я смогу и буду работать в музее. Но случилось так, что вот это произошло. А после школы сразу, если я не ошибаюсь, поправьте, если ошибаюсь, вы стали работать на заводе с лесарем? Это, надо сказать, элитный такой цех завода Баранова, сборочный цех. Это то производство, где изготавливают именно конечный результат, конечную продукцию этого завода, авиационные двигатели, работа в белых халатах, там все чисто. Ну, это секретное было производство. Попасть в этот цех было очень сложно. Ну, вот там мама каким-то образом меня порекомендовала. И я вспоминаю с таким приятным удовольствием ту работу. Более того, когда я увольнялся, наш начальник цеха, который позднее стал директором этого завода, он меня отговаривал и говорил, что ну ты же можешь здесь карьеру сделать и здесь стать и начальником цеха. Я не очень тогда это понимал, как я, обучаясь на ИСТФАКе, могу стать начальником цеха сборочного, допустим. Ну, вот пошел своим путем, что называется. А расскажите про службу в армии. Где служили, что делали? Я служил на Дальнем Востоке. Моя военноучетная специальность – минер-торпедист. Это противолодочная авиация. Мы готовить должны были вооружение, которое подвешивалось к самолетам. И в случае необходимости они, эти торпеды, сбрасывались в море и поражали подводные лодки. Вот такая у меня была служба. А как в музей пришли, попали? Ну, после окончания университета я какое-то время работал на кафедре в том же классическом нашем университете. Затем перешел вместе со своим руководителем в педуниверситет. И здесь тогдашний ректор нашего университета, профессор Самоосудов, порекомендовал мне заняться краеведением. Но я всегда тяготел к научно-исследовательской работе. Не к преподавательской, а именно к научно-исследовательской работе. А тогда, в конце 90-х годов, стали популярны разного рода хоздоговорные темы. И я, набрав таких тем, создал самостоятельную научно-исследовательскую лабораторию. Ну, в ходе этой работы мы познакомились с Ниной Михайловной Геновой, на тот момент руководителем Главного управления культуры Омской области. И через некоторое время, когда мы поближе друг друга узнали, она мне предложила возглавить краеведческий музей. Вот все не случайно в этой жизни. Где берете экспонаты? В 90-х годах я занимался, когда пришел в музей, комплектованием коллекции по истории сибирских немцев. Диссертацию на такую тему писал, мне это было интересно. И вот в одной из экспедиций я увидел замечательный экспонат. Ну, на тот момент это еще был не экспонат, а предмет, который потенциально мог бы стать музейным предметом. Это шкаф плательный, он у нас стоит сейчас в экспозиции, ручной работы, он без единого гвоздя. Как рассказывала владелица, бабушка, ей подарили на свадьбу, и они вот так вот приехали, его привезли, здесь собрали, и вот она всю жизнь с ним прожила. Когда я у бабушки этот шкаф попросил, ну, да как же я вам могу его отдать? Я же, а где я свои вещи буду хранить? Я говорю, а если мы вам новый шкаф дадим? Я поехал домой, у своих дочерей взял шкафчик, где они там свою школьную форму хранили, привезли мы ей. Она была очень довольна тем, что у нее теперь появился городской, как она сказала, шкаф. Хотя это обычный был шкаф из, ну, вот, ДСП, да. Рядом еще один предмет, это тоже из той же немецкой коллекции, это ручной гладильный станок, там два валика, да, и вот между ними там ткань заправлялась, и, значит, вот таким образом. Это фабричное производство, американский такой станок. Тоже им пользовались. Ну, это начало 20 века, но им пользовались вплоть до конца 20 века. И когда тоже, это в той же деревне было, ну, в соседнем доме, когда тоже мы просили ее, ну, никак она не хотела с ним расставаться, и всегда говорила, мы ей говорим, да мы вам электрический, хороший, современный, а вдруг электричество отключат. Ну, и так, и всяк. Но, в конце концов, удалось нам ее уговорить, и это тоже сейчас украшение нашей коллекции, признаюсь, было такой у нас факт. В одной из экспедиций мы зашли вечером в лес, чтобы собрать грибов к ужину, и вдруг там в лесу мы увидели набор косаря, все необходимые приспособления для того, чтобы там точить косу, там, ну, и так далее. Ну, вот кто-то там припрятал, наверное, я не думаю, что он случайно там оказался, но он настолько был полный, настолько, как говорится, ну, вот отражал именно вот эти действия сельских жителей, что мы не удержались и взяли его в коллекцию музея. Наверное, владелец, наверное, да, позже недобрым словом нас вспоминал, вот, но музейная коллекция таким замечательным комплексом пополнилась. вот и такое, к сожалению. Или к счастью. К счастью. Столько в музее старинных вещей с историей, с душой. приходилось ли ночевать в музее и есть ли здесь привидения? Ну, ваш вопрос не случайен, потому что такие легенды ходили насчет того, что в музее там есть привидения и так далее. И у нас даже наши камеры видеонаблюдения, свежения, что-то такое там фиксировали. И наши коллеги это связывали вот именно с тем залом, где представлено Мансийское капище. И вроде бы как, да, какие-то духи тут якобы присутствовали. Я не очень в это верю. А что касается ночевать в музее, ну, вот буквально в 93-м году, в первый год моей работы, если вы помните, тогда были очень печальные события, связанные с расстрелом Белого дома в Москве. И я помню, тогда Нина Михайловна Генова нас собрала и объявила, что всякое может быть, будьте внимательны, а у вас, Петр Петрович, в фонда хранится и оружие. И было предложено, да, даже и ночью здесь находиться. Я вот тогда, помню, принес подушечку, так она у меня до сих пор 30 лет здесь и находится, но ночевать не пришлось. Дали отбой. Основоположник современного российского краеведения Сигурд Тотович Шмидт, он всегда говорил, что краеведение – это прежде всего краелюбие. Вот невозможно заниматься краеведением, безразлично относясь к той территории, которую ты исследуешь. То есть вы преданы Омску, и мысли уехать отсюда никогда не возникало? В силу своего национального происхождения у меня были основания и возможности уехать на постоянное место жительства в Германию. И буквально накануне того, как прийти в музей, я получил вот это разрешение, оно до сих пор действующее. Ну вот я решил от него отказаться. Хотя моя семья, я имею в виду брат, мама, они уехали в Германию и там прожили всю свою жизнь. А я остался в Омске, так и живу здесь. Любите Омск? Ну, конечно. Но я не скажу, что вот прямо я как-то необыкновенно его люблю. Ну да, я патриот своего края. Мне здесь интересно, и я с удовольствием здесь живу. Вся моя жизнь прошла вот в пределах Куйбышевского, Октябрьского районах. Это Линии, где я жил в детстве. Это Парк культуры имени отдыха, имени 30-летия. В ЛКСМ. Тот же самый завод Баранова и территория рядом с этим заводом. Ну вот это вот территория моего детства, моей юности, моей жизни в целом. А вот про центр Омска как раз не так давно памятник Петру поставили. Я читала, что вы ратовали за этот памятник. Как он вам? Ну вот памятник Петру Первому сейчас стоит на правом берегу реки Ами, на территории второй Омской крепости, которая исторически относится уже к Екатерининской эпохе. Там уместно быть памятнику Екатерине Второй. А памятник Петру Первому должен был стоять на левом берегу, где находится наш музей. Вот это было бы правильно, исторически оправдано. Или вот сейчас обсуждается вопрос о памятнике Бугольцу. Очень правильное, очень верное решение. Мы единственный, наверное, город из таких крупных городов, где нет памятника основателю нашего города, понимаете? И было принято решение первоначально, мы его здесь обсуждали, установить его на площади, которая носила имя Бугольца, вот в центре, где высаживался отряд Бугольца, где стоит шар. Вот я думаю, что именно это место наиболее приемлемо было бы для памятника Бугольцу. А шар, либо его надо воплотить уже тогда в памятник, то есть там не на фанерке краской должно быть что-то нарисовано. Причем персонажи очень странно подобранные с точки зрения исторической, когда говорят, что это памятник основателям. Но там почему-то Семен Ремезов или там Потанин, которые никакого отношения не имеют к основанию Омска. Но к историкам, к сожалению, не прислушиваются. Моя-то, что называется, печаль и боль за то, что мы можем показывать всего лишь 5% нашей коллекции. К сожалению, да, наше здание это здание, которое не соответствует нашим потребностям, неадекватное и истории нашего музея, и значимости его коллекции. Но вот это, наверное, и главная моя неудача в моей работе. За 30 лет моей работы мне не удалось значительно расширить экспозиционные площади нашего музея, хотя я прилагал к этому усилий. Мне не удалось убедить, что историческому музею должно быть передано как практически во всех других городах одно из самых лучших исторических зданий города. Так обстоит дело и в Челябинске, и в Екатеринбурге, и в Тюмени, и в Новосибирске, и во многих других городах. Но вот у нас мы находимся в этом современном относительно здании, в 85-м году построенном, но оно строилось как пристройка к музею, оно так называлось, и в общем-то здесь не предполагалось, что будут находиться экспозиции, это должно было быть фондохранение. Можно даже, не закладывая окон, разработать такую навесную конструкцию и на ней сделать. Я вот сейчас тогда вот попадем, с фурналистами дальше. А вообще, я все-таки надеюсь, что рано или поздно это время придет и какое-нибудь из исторических зданий, значительных зданий. Ну вот, например, сейчас стоит, по сути дела, бесхозное здание кадетского корпуса. Рядом с нами, в центре Омска. Торжественное здание. Вот такое здание должно быть под историческим музеем. А почему музей сказки? Вы любите сказки? Ну, сказки любит, наверное, любой человек, в первую очередь, ребенок. Сказка, особенно народные сказки, ведь это фольклор, это тоже элемент, ну, один из этнографических источников, да? И когда мы говорили вот о создании историкоэтнографического музейного комплекса, мы как раз подумали о том, что на примере сказки и общаясь со сказкой, можно было бы детям доносить те же самые знания этнографического порядка, о том, как жили их предки. Ведь многие приезжают, современные городские дети очень часто не знают, да, откуда берется молоко, как оно попадает вот в холодильник вообще, или как хлеб на стол попал, у нас даже такая есть беседа с детьми. А там они, ну, мало того, что могут увидеть в этом поселке гулящую корову, которая там пасется на лугу, да, или лошадь, а потом они попадают вот в среду, там, девятнадцатого, начало двадцатого века, и мы с ними разговариваем, рассказываем об этом, а попутно говорим о тех традициях, значит, и, в общем-то, в сказочной, в игровой такой форме. Все это для детей стараемся донести. Это то, чем я могу гордиться. Вот просто родилась идея. Хорошо бы было иметь музей за пределами города. Опять же, из-за нехватки наших площадей. Ну, где нам показывать ту богатейшую? Это одна из лучших этнографических коллекций у нас, да? Где нам вообще вот, ну, развернуться для наших мероприятий? Мы не можем, у нас здесь нет даже зала большого для проведения каких-то мероприятий. И вот тогда у нас появилась такая идея. В начале двухтысячных годов я начал разрабатывать со своими коллегами концепцию создания историко-этнографического музея под открытым небом. Выбрали территорию в Любинском районе. Там очень большой плюс то, что есть база отдыха политоотдела, постоянно сменяется контингент отдыхающих. Это наши потенциальные посетители. Там замечательная природа, расстояние достаточно приемлемое. Существуют такие требования, что подобного рода музеи должны быть не дальше пятидесяти километров от мегаполиса. Я побывал в нескольких похожих местах и за границей, и у нас. И я понял, что это может пользоваться популярностью у посетителей. В Сибири вообще ничего похожего не было. Сказка очень популярна. Если бы мы создали просто этнографический музей, какие по сути дела экспозиции есть в каждом муниципальном районе, я не думаю, что он был бы так популярен, как этот. Я часто даю задания нашим маркетологам, почитайте и сравните, вот в какой зал с большим интересом идут, то есть где там больше продается билетов. Так и здесь я вам могу сказать, что если подводить итоги, то этот музей, который мы создали, я еще раз подчеркну, с нуля, своими руками, в том числе и этими руками, и руками моих заместителей, моих сотрудников, и с молотком, и с топором, и со всем другим мы знакомы. Сами построили избушку Бабы Иги. Когда я поручил своему заместителю, говорю, возьми, пойдем. Он говорит, ты знаешь, я, наверное, не возьмусь, я никогда этого не делал. Я говорю, а ты думаешь, кто-то вообще когда-нибудь из нас строил избушку? Избушку. Ну, чем она корявее получилась, тем и лучше. Так вот, если сравнить доходы этого музея, сказки, то они перекрывают доходы там десятка, двух десятков муниципальных музеев. Это говорит о его привлекательности. Значит, он нужен. При том, что там работает всего лишь три сотрудника. Вот я считаю, что это одна из удач моей жизни, моей деятельности. Петр Петрович, с вашим приходом что изменилось в музее? Какой этап начался? Что вы поменяли? Ну, на мой взгляд, главное, то, что произошло в музее, в мою бытность. На сегодняшний день наш музей является одним из ведущих музеев Российской Федерации, который занимается научными исследованиями, краеведческими исследованиями. И это не голословное мое заявление. Вот буквально недавно я обращался к базе данных, где публикации индексируются и как бы определяется вот этот индекс цитирования отдельных сотрудников и музеев, и научных учреждений разного рода. И вот, задав запрос на слово «краеведческий», я понял, что наш музей бесспорный лидер здесь. Мы на первом месте среди других музеев и по количеству научных публикаций, и по чистоте их научного цитирования. Это, конечно, приятно сознавать. Значит, я выполнил поставленную передо мной когда-то Нина Михайловна Генова задачу. Петер Петрович, и последний вопрос. Если бы была машина времени и вы могли бы вернуться в любое историческое событие в Омске, какое бы вы выбрали? Свидетелем чего хотели бы стать? Ой, ну, историкам такие нельзя вопросы задавать. Очень интересно мне было побывать в Омске в период гражданской войны, потому что здесь все кипело. Колчак. Ну, и не только Колчак. Тут много было интересных людей, много интересных событий происходило. Это, безусловно, очень интересно и важно. Я бы хотел посмотреть, как тут Бугольц высаживался и как он начинал строительство Омской крепости. Вот это, наверное, одно из наиболее интересных событий, которые мне хотелось посмотреть. Наверное, кое-что оказалось бы совсем не так, как написано в наших книгах, в том числе и в краеведческих изданиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok